Дорогие братья и сёстры в исламе! Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуму. Как мне приятно видеть вас снова. Для меня это очень большая честь видеть вас снова. Для меня это как свет. Да примет Аллах вашу и мою работу. Честно говоря, от вас я получаю больше пользы, чем вы от меня. Этот опыт поможет мне, иншаллах, когда я вернусь обратно к своим землякам в Австралию. Поэтому, пожалуйста, не забывайте меня, моих коллег и мусульман Австралии. Мусульман по всему миру в своих дуа. Всегда делайте дуа за нас и очистите ваши намерения. Братья и сёстры в исламе, в сегодняшней нашей теме мне хотелось бы поговорить о том, какие у вас приоритеты в жизни. Субханаллах, этот вопрос чрезвычайно важен. Какие у вас приоритеты в жизни? Или какой у вас жизненный приоритет? Братья и сёстры в исламе, я бы хотел, чтобы вы и я глубоко задумались сегодня ночью об этом вопросе. Подумайте об этом наилучшим образом. И я скажу вам почему. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Хасибу анфусакум, кабле анту хасабу». Отчитайте себя прежде, то есть подвергните себя отчёту, перед тем, как вас неизбежно отчитают, перед тем, как вас подвергнут спросу в судный день. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, Никогда не говорит от себя, по своим желаниям или страстям. Всё, что он говорит, он говорит по внушению свыше. Он сказал, отчитайте себя перед тем, как вас отчитают. Отчитают кто? Перед тем, как вас подвергнут окончательному суду Аллаха Святой Великой. В тот день, когда он заставит нас предстать, нравится нам это или нет. В тот день, когда Ибраим, мир ему, падёт на колени, на землю, и он будет говорить, он будет говорить, «О Аллах, пожалуйста, даруй нам мир! Даруй нам мир!» В тот день, когда каждый посланник и пророк будет убегать от просьбы, ходатайствовать за людей и скажет, «Не нужно побеспокоиться только о своей душе!» В тот день вас подвергнут суду. С вас спросят. Вас и меня спросят за каждую букву, которую мы произнесли. Да, я знаю, это обременяющая задача. Да, я знаю, оно налагает на нас тяжесть прямо сейчас. Однако человек, который отчитывает сам себя, находится в гораздо лучшем положении, чем любой, который проявляет по отношению к себе халатность. Разве вы не слышали слова Аллаха в Коране? «Насу Аллаха! Насу Аллах! Насу Аллах! Насу Аллах! Насу Аллах! Фаансаهم анфусахум! Фаансаهم анфусахум!» Они забыли Аллаха. Они отнеслись с пренебрежением к Аллаху, и Аллах заставил их забыть самих себя. Вы прослушали этот аят внимательно. Аллах говорит о тех, кто забыл, о знамениях Аллаха. Аллах игнорирует тех, кто забыл и проигнорировал Аллаха – их Создателя, и обратился к другим существам, которые стали объектами их внимания. Они обратились к другим существам, которые стали для них самым важным. Они обратились, тянутся, устремились к другим созданиям вместо Аллаха. Аллах говорит, что они забыли Аллаха, отвлеклись от Аллаха на другие создания, пока не случилось что? Пока Аллах не заставил их забыть даже, кто они такие. Он заставил их забыть свою сущность, идентичность. Он заставил их забыть, кто вы такие, какова ваша цель и куда вы движетесь. Они забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих себя. И это вполне разумно. Это нормальное явление. Это является следствием того действия, эффектом от того действия. Мы предпочли забыть Аллаха, валия дзубиллях, поэтому результатом этого естественно является то, что человек забывает даже, кем он сам является. Когда вы забываете, кто вы такой, ваше сердце черствеет. Ваше сердце становится темным, и когда наши сердца темнеют, мы становимся несчастными. А когда мы становимся несчастными, мы хотим стать счастливыми. И поэтому, когда мы встречаем людей, что мы делаем? Мы действуем на показ. Играем на публику, занимаемся показухой. Мы переходим в состояние показухи. А это одна из форм лицемерия. Потому что, когда люди хотят найти счастье, и не могут этого сделать, они смотрят на другое, что принесет им счастье. И первое, что они ищут, это мирское, которое поможет им принести это счастье. И это удовлетворение. Иначе говоря, они чувствуют, что у них нет никаких ценностей. И этого можно достичь только через лицемерие. Эти люди поддаются на обман. Что еще происходит? Они перестают видеть суть происходящего. Они перестают слышать. Они начинают терять самих себя, погружаясь в употребление алкоголя. Большинство из тех известных людей, о которых мы с вами слышим, и, возможно, они нравятся многим из вас, вы видите их по телевизору и думаете, что они живут хорошей жизнью. А что же происходит с ними? В один день мы слышим, как кто-то из них кончает жизнь самоубийством. Мы слышим, как кто-то умирает от наркотиков, от алкоголя. Мы видим, как они всю ночь проводят в гулянках, а потом умирают. Мы думаем, что этот тип людей живет настоящей жизнью. Затем мы начинаем подражать им, думая, что именно от такой жизни приходит счастье. Что же на самом деле произошло с этими людьми, мусульманами или немусульманами? Они забыли себя. Мои братья и сестры в исламе. Дорогие братья и сестры в исламе. Если я хочу узнать, занимает ли Аллах важное место в моей жизни или нет, является ли он приоритетом в моей жизни, то в первую очередь начинает проявляться мое знание о самом себе. Знаю ли я, кто я такой? Этого никто не может знать, кроме Аллаха и меня. Ни отец, ни мать, ни моя сестра, ни мой брат, ни моя жена или мои друзья. Ни жена, ни дети, только я. Или же начинает проявляться то, что я о себе уже ничего не знаю. Чувствуете ли вы это? Иншалай, я надеюсь, что нет. Однако есть множество, большинство людей, забывших, кто они такие. Я приведу вам один простой пример. Человек говорит, «Я христианин. Я иудей, индуист». И так далее. Вы спросите их, «Почему ты придерживаешься именно такой религии?» И обычно люди отвечают, «Ну, потому что мои родители были на этой религии, и меня в ней воспитали». Как вы думаете, такой человек действительно знает, кем он является? Если я скажу вам, что я мусульманин только потому, что мои родители были мусульманами, знаю ли я, кто я такой? Знаю ли я, почему я мусульманин? Знаю ли я, что мне делать? А если я знаю, что делать, то верю ли я в то, что я делаю? Или же мои действия направлены на то, чтобы угодить моим родителям, на то, чтобы угодить моим друзьям, людям, которые смотрят на меня? Или это ради того, чтобы не противоречить своей культуре? Или же они направлены на то, чтобы угодить прихожанам в мечети, которые меня видят идущим туда. Или же я все это делаю напоказ перед своей семьей. Первым признаком такого лицемерия является то, что когда я один, я веду себя иначе. Когда я остаюсь один, я смотрю на то, на что я не смотрю, когда я бываю на людях. Когда я один, я слушаю то, о чем люди и не догадываются, что я это слушаю. Когда я один, я счастлив, что никто не наблюдает за мной, потому что в первую очередь я хочу обратиться к тем делам, которые ненавистны Аллаху. Это один из многих видов страдания людей, которые не знают, кто они такие. Или же они думают, что они что-то представляют из себя. Но на самом деле они не такие. Они действуют напоказ. Так что если вы спросите человека, почему ты считаешь себя мусульманином? Мне было бы интересно, сколько людей дадут правильный ответ, почему ты отрастил бороду? Зачем ты одеваешь хиджаб? Зачем ты молишься? Мне интересно, какие бы мы получили ответы на эти вопросы? Внешне мы можем увидеть, как люди будут давать, как это принято называть, политкорректные ответы. Такие ответы, которые должны были быть. Но кто я на самом деле? Соответствую ли я тому образу, какой я утвердил среди людей? Когда Аллах говорит, они забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть себя, то получается, что я больше не знаю, кто я такой. Внешне я выгляжу определенным образом, но внутренне я другой. Послушайте, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Это просто пример того, как люди знают, кто они такие. Он говорит, Кто бы не перестал смотреть на то, что запрещено, Аллах искупит это ему и компенсирует сладость имана, которую он найдет в своем сердце. В этом хадисе я хочу обратить внимание на тот момент, что когда человек перестает смотреть на Харам, это только одна сторона. Что же я пытаюсь вам показать? Так это то, что когда человек перестает совершать всякий поступок, который не любит Аллах, это означает, что этот человек лишь стремится к довольству Аллаха в своем взгляде, например, в своем теле, в своем времяпрепровождении, признаком того, что вы искренни, что вы все это оставляете только из-за Аллаха, контролируя себя, признаком этой искренности, этого предпочтения Аллаха перед всем остальным является то, что вы почувствуете в своем сердце сладость имана. Сладость. Валлай! Если вы дадите этому человеку все, что есть в этом мире, все, чего хочет каждый человек, у него будет такое же чувство при появлении в его сердце сладости имана. Вам понравилось, когда вы в последний раз чувствовали сладость имана? Это было прошлой ночью? Или это было сейчас? Или это произошло год назад? Или 10 лет назад? Когда вы были ребенком? Когда в последний раз вы глубоко чувствовали сладость имана? Было ли это, когда вы проснулись ночью, когда все еще спали, и вы почувствовали эту энергию, которая заставила вас встать одного в темноте? При слегка приглушенном свете вы не хотели, чтобы кто-то вас увидел. Вам было все равно, если кто-нибудь вас увидит или узнает о том, что вы делаете. У вас только лишь эта сладость, это любовь, что встать во имя Аллаха, поговорить с Ним, потому что вы любите Его. Вы чувствовали эту сладость, которая не покидала ваше сердце? Она заставила вас оставить сон, потому что сладость того, что я делаю, милее для меня, чем сон. Когда в последний раз вы чувствовали эту особенную сладость? Молясь ночью, не зная почему, но чувствовал, как мое сердце начало биться так, как никогда до этого. Это не биение сердца человека, испытывающего сердечную боль. Это не биение сердца человека, который очень долго тренировался. Так не бьется сердце человека, который чувствует слабость. Но это биение от сладости, которое заставило мои глаза плакать. А я не знаю почему. Я могу сказать только, что внутри меня сладость, которая заставляет мои слезы течь. От понимания любви и общения с Аллахом. Когда в последний раз вы чувствовали такое? Я скажу вам, когда это было. Это было тогда, когда вы чувствовали, что Аллах действительно единственная цель во всей вашей жизни. Я приведу вам пример. Когда люди отдалились от Аллаха, и они почувствовали эту сладость. Хотите знать, как это было? Я собираюсь поговорить о кафере, о неверующем, о том, кто борется с Аллахом. Об обычном неверующем, который знал, что на самом деле Аллах существует, но он полностью отвергал его. Я собираюсь рассказать вам о времени, когда он или она могут найти сладость и близость к Аллаху, где есть только предпочтение Аллаху. Я расскажу вам. Об этом упоминается в Коране. Аллах говорит об этом определенным образом, в определенной манере, так как об этом приведено много аятов. И Аллах в Коране рассказывает об этом в различной форме. Аллах говорит о неверующих, которые находятся на корабле, в центре океана. Вдруг волны начинают накрывать этот корабль, и он начинает тонуть. Люди, которые находятся на нем, являются неверующими. И как мы это узнаем? По аятам, которые идут в конце рассказа о них. Аллах говорит в Коране. Аллах всего несколькими словами описывает и говорит об этом так. И когда волны начинают подниматься над ними, а в другом аяте как облака, они накрывают их, и волны начинают биться о них. В другом аяте говорится, и нет у них надежды, кроме как на Аллаха, и нет другого пути избежать волн. И они знают об этом, что они могут вот-вот погибнуть, вот-вот пострадают, вот-вот утонут, и уже ничего им не поможет. Аллах говорит. Вдруг они обращаются к Аллаху, и они взывают к Нему с искренностью от всего сердца. О, Аллах, если Ты нас спасешь, мы будем среди верующих. Мы будем среди тех, кто угождает Тебе. Мы первые среди тех, кто вершит хорошие дела. Аллах говорит в Коране. Но когда Аллах избавляет их от опасности, высаживая на землю, высаживая их на безопасное место, и когда они понимают, что теперь наступил покой, Аллах говорит. Некоторые из них начинают нарушать свои обещания. Они начинают смешивать свое намерение. Они стараются забыть то, что они обещали до этого, когда были близки к смерти. Аллах говорит в Коране. И наше знамение отрицает только человек, который хаттар. Хаттар означает нарушающий. Тот, кто дает обещание и постоянно нарушает его. Хаттар. Я обещаю вам, если вы спасете меня, я сделаю для вас то-то и то-то. Но когда вы спасаете его, он нарушает обещание. Хаттар. Кафур. Кафур. Кафур означает буквально отрицать, игнорировать, прятать. Знамения Аллаха отвергают. Такова их реальность. Итак, когда же на самом деле нашей целью становится Аллах? Когда наша жизнь заканчивается? Хотим ли мы на самом деле быть человеком, который не верит в Аллаха? Мы обращаемся к Аллаху только когда нам уже не на что надеяться. Когда у нас забирают все, только тогда мы обращаемся к Аллаху. Или мы обращаемся к Аллаху, когда Он дал нам все? Мы смотрим вокруг и видим, что «Альхамдулиллях, мне хорошо, есть ли у меня что-то или нет, ведь в конце концов для меня важна следующая жизнь. Мой приоритет – это Аллах». Так что же Аллах хочет от нас? Давайте начнем с хадиса пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал Умар ибн Хаттаб, повелитель верующих, Абу Хафс, он сказал о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Иннама л-а'амалу бинният». «Иннама л-а'амалу бинният». Поистине, «Иннама» буквально означает «фактически». То есть, что бы вы там ни думали, бросьте это. А фактически, правда в том, что все дела оцениваются по вашим намерениям. Все дела оцениваются по намерениям. Оно начинается отсюда. Совершите ли вы хорошее дело или плохой поступок, они оба основываются на вашем намерении. Я знаю, что есть хорошие и плохие дела. Я также знаю, что необходимы два условия, чтобы дело принималось. Искренность и правильность исполнения дела. Но давайте представим, что человек не осведомлен о том, что дело должно быть выполнено правильно. Он об этом не знает. И он пытается сделать его правильно, хорошо настолько, насколько он может, исходя из своих способностей, которыми наделил его Всевышний Аллах. И при наличии правильности действия, настолько, насколько возможно для этого человека, насколько он знает, как это надо делать. Что затем является при этом главным? Намерение. И каждому человеку воздастся только за то, что он намеревался. Кто совершил хиджру? Посланник Аллаха да Благословит его Аллах приветствует, приводит нам пример и он говорит, кто бы, например, не совершил переселение ради Аллаха, то есть цель этого человека, Аллах и его посланник. Например, он переезжает куда-то, в другое место, чтобы лучше практиковать свою религию. Или человек уезжает куда-то, чтобы улучшить свои знания о религии. Или же человек убегает от неверующих, уходит от притеснителя, чтобы в полной мере свободно практиковать свою религию. Они переселяются во имя Аллаха и его посланника. Или же принять участие в благотворительности. Или для того, чтобы помочь сиротам. Или же они уезжают по любой причине, которой доволен Аллах, то его переселение будет во имя Аллаха и его посланника. Такую награду он и получит. Кто совершил хиджру? Например, посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, приводит один пример из множества примеров. По какой причине человек может совершить переселение? Чтобы заработать что-то от этого мира, например, он переезжает из-за бизнеса, из-за работы. Кто-то из вас переехал в Катар из других мест, чтобы найти работу. У вас работа, у вас контракт. Все нормально. Однако, если только это и есть ваше намерение, то вы получите то, что намеревались получить. Например, или из-за женщины, чтобы жениться на ней. Некоторые люди уезжают, чтобы жениться на ком-то. На женщине, чтобы жить с ней, завести семью. То их переселение будет основано на том, ради чего они его совершили. Братья и сестры, о чем говорит нам этот хадис? Он говорит нам, что каждый получит за то, что он изначально намеревался получить. И тут нет ничего плохого. Мы стремимся к этому миру. Мы хотим жениться на женщине или выйти замуж за мужчину. Ищем какой-нибудь бизнес, чтобы заняться им. Мы хотим заняться чем-то мирским. В этом нет ничего плохого. Аллах говорит в Коране, «Скажи, кто?» Кто это тот, кто запретил украшения, то есть развлечения, комфорт из этого мира, красоту этого мира для рабов его, которые боятся своего Господа? Аллах никогда не запрещал вам наслаждаться красотами этого мира, иметь богатство, иметь красивый дом, красивую машину, иметь красивую одежду и так далее и тому подобное. Аллах не запрещает этого. Но посмотрите на условия. Для тех, кто верит в Аллаха, для тех, кто является набожным, для тех, кто боится Аллаха. Только это одно условие. Какая бы ни была у тебя цель из мирского, каким бы ни было твое имущество, будь осторожен. Используй только дозволенные средства для достижения этого. Только это условие. Бойся Аллаха в том, что ты делаешь, ради достижения мирского. Но в конце ты получишь только то, что намеревался получить. В любом случае, конечные цели у каждого человека должно быть довольство Аллаха и воздержание от того, что Аллах запретил. Такова главная цель для верующего. Вопрос. К чему же стремитесь вы? Если все основано на намерении, то знаете что? Внешний вид, внешняя составляющая не является значимыми, если намерение неверное. А теперь спросите сами себя. Зачем вы носите бороду? Зачем вы так одеваетесь? Зачем вы молитесь в мечети? Зачем вы принимаете участие в благотворительных акциях? Зачем вы участвуете в организации лекций? Зачем вы приходите на лекции? Зачем ты носишь хиджаб, сестра? Зачем ты делаешь то, что любит Аллах? Я не пытаюсь никого судить, братья и сестры, клянусь Аллахом. Я просто пытаюсь проникнуть в сердца и помочь себе и вам подвергнуть самих себя отчету до того, как Аллах отчитает нас. Я хочу, чтобы в судный день вам не пришлось бы спрашивать с меня, а мне не пришлось бы спрашивать с вас. Аллах постоянно напоминает нам о будущей жизни. Он постоянно нам напоминает о зле того дня и благе того дня. Он это делает только лишь потому, что он заботится о нас. Он хочет, чтобы мы подготовились. Однажды человек пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, О посланник Аллаха, когда наступит последний час? Как вы думаете, что ответил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Он рассказал ему, в какой день наступит час, в какой месяц? Когда произойдет то-то и то-то? Нет. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, задал ему вопрос в качестве ответа. Его ответ был в форме вопроса. Человек спросил, «О посланник Аллаха, когда наступит последний час? Когда произойдет конец света?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему, задав вопрос. Три слова. Аллаху Акбар. Простые слова, но которые так много значат. Они являются ответом на все. Что ты приготовил для него? Что ты приготовил для него? Мужчина спрашивает, когда наступит конец света? И посланник Аллах, когда благословит его Аллах и приветствует, говорит ему, что ты приготовил для него? Понимаете? Я не думаю, что этот мужчина мог бы прожить так долго, что смог бы застать конец света, так чтобы подготовиться к нему. И я удивился, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, спрашивает его, как ты подготовился к нему? Получается, как будто бы пророк намекает ему, что тот доживет до этого момента. Что ж, пророк да благословит его Аллах и приветствует указал на то, что у конца света есть два значения. Первое — конец света всей вселенной. Второе — для каждого отдельного человека наступает конец света, когда он умирает. «Что ты приготовил для смерти, для встречи с твоим Господом?» Братья и сестры в исламе, если человек живет и помнит о смерти, о будущей жизни, то, следовательно, ради чего он будет работать? Он будет работать ради того, что вечно, а не для получения чего-то временного. Аллах описывает этот мир как временное явление и говорит «Этот мир, эта жизнь, эта дунья, дунья происходит от слова «дана» или «дания», что значит «низкая жизнь», нечто нестоящее, незначительное. Жизнь этого незначительного мира является только лишь «матаа» и «гурур». «Матаа» означает «временное наслаждение». «Гурур» — «обман». Так что развлечения временны. Они не только временны, они еще и обманчивы, они не настоящие. Вы знаете, когда мы слышим, говорим о загробной жизни, нам это кажется каким-то сном, мечтой, какой-то фантазией, тем, что не влияет на нас, потому что она не здесь и не сейчас. Однако Аллах говорит нам совершенно иначе. Вы почувствуете в будущей жизни, что такое на самом деле этот мир, который вы воспринимали как реальность, что он был фантазией, он был просто воображением, он был просто сном. И на самом деле так оно и будет. Аллах говорит в Коране, что когда людей соберут в судный день, до того, как начнется расчет людей, все мусульмане и немусульмане, все пророки, ученые, шахиды, хорошие и плохие люди, каждый из них будет задавать один вопрос. Одним из первых вопросов, которые они будут задавать, помимо «Кто вернул нас к жизни после нашей смерти?» которые будут задавать многие люди. «О люди, вы думаете о том же, о чем и я?» Это я передаю смысл аята, образный язык этого аята. «О люди, вы думаете о том же, что и я?» «Как долго?» «Сколько лет, как вы думаете, мы пробыли на земле?» Кто-нибудь считал, сколько лет прошло? То есть, как будто бы человек хочет сказать «Хм, я вижу, а ведь немного-то времени и прошло. А давай-ка я спрошу у людей». Аллах говорит, люди будут отвечать друг другу. Каждый будет отвечать другому. Они будут говорить. «Клянемся Аллахом, мы чувствуем, что мы только пробыли там день или часть дня». Давайте же спросим тех, кто может хорошо считать. Вот что будут говорить люди в судный день. Давайте спросим тех, кто хорошо считает. Пойдемте и спросим у них. А те, кто хорошо считает, будут говорить. «Клянемся Аллахом, вся ваша жизнь была не больше, чем день». О чем они говорят? Об одной, двух жизнях? О вашей, о моей жизни? Нет. О 60-70 годах? Нет. Он говорит о жизни с момента начала появления человека до конца света. Весь этот мир, с момента появления джиннов и людей до конца существования джиннов и людей. В судный день будет восприниматься, как будто это был всего лишь один день или часть дня. Именно в тот момент людей охватят уныние. Они будут говорить, «И этой жизнью я был недоволен. День или половина дня. И эту жизнь я потратил зря. День или половину дня. И в этот промежуток времени я был недоволен по поводу того, сколько раз мне нужно было молиться. Именно в этот короткий промежуток времени я накапливал, собирал свое имущество, все мои деньги, и я забыл о милостыне, о закяте, о правах других, а это всего лишь день или часть дня. И это существование целой вселенной. Что же можно сказать тогда о каких-то 60 или 70 годах, лично моей жизни? Это маленькая точка, внутри маленькой точки. Из-за этого мгновения я пренебрегал своей молитвой. Из-за этого мига я был несправедлив к своей семье. Я притеснял людей, которые были другой национальности. Я притеснял своего работника, притеснял своих родственников ради всего лишь мига, секунды времени. Я жаловался на болезнь, которая у меня была. Я упрекал Аллаха за свои страдания ради какой-то ничтожной доли времени. Аллаху Акбар. Я потратил свое время и продал свою будущую жизнь ради этой жизни. Аллах говорит в Коране В тот день человек вспомнит. Они будут вспоминать. Они будут размышлять. Они будут подробно разбирать. Они будут понимать. И они придут к выводу, который будет для них однозначен. Однако Аллах говорит. Но какая польза будет для них, для нее, от этого понимания. О том, что они начнут вспоминать Судный день. В тот день люди осознают, что они смешали свои приоритеты. Они поменяли вечное на временное. Поэтому встает вопрос. Каковы ваши приоритеты? Начните отсчитывать себя до того, как начнут отсчитывать вас. Спрашивайте сами себя до того, как вас начнут судить. В Судный день согласно Сахиху Муслима и Сахиху Ат-Тирмиди приведут троих людей. Ученого, того, кто раздавал милостыню и шахида. Того, кто умер на пути Аллаха. Аллах начнет отчитывать ученого. Он спросит у него. Я даровал тебе знание. Как же ты использовал его? На что он ответит, Господь мой, Господь мой, я учил этому знанию, стремясь к твоему довольству. Аллах скажет, ты лжешь. И когда ангелы услышат это, они тоже скажут, ты лжешь. Ангелы скажут так, потому что они знают, что все, что говорит Аллах, это абсолютная правда. Затем Аллах скажет, ты обучал этому знанию только лишь для того, чтобы люди хвалили тебя и говорили, Машаллах, какой знающий, ученый. Давайте сделаем его нашим предводителем. Давайте ему в первую очередь будем оказывать почтение. Давайте ему первому будем давать еду. Давайте посадим его в наши дорогие машины. Давайте будем расходовать на него из наших денег. И все такое. Давайте будем называть его определенным именем. Вот для чего ты учил людей. Ты получил все, к чему стремился. Ты получил то, что намеревался получить. Аллаху акбар ла хавла в ла хаввата илла билла Аалим, который научил тысячи людей, даже миллионы людей по всему миру. Они начали молиться благодаря Ему. Они через Него узнали, как платить закят. Они начали делать призыв благодаря Ему или Ей. Люди спасли себя от адского пламени благодаря этому ученому по причине того, что он обучал их, а он сам будет назван лжецом? В его сердце было что-то такое, о чем знал только Аллах и случилось такое? Да. Даже с ученым может это произойти. Аллах говорит в Коране Поэтому может случиться так, что приведут людей в судный день а они сделали так много работы больше, чем кто-либо. А затем мы обратим их просто в пыль, в развеянный прах. И мы просим Аллаха, чтобы Он спас нас от этого. Затем приведут того, кто раздавал милостыню, состоятельный, жил в изобилии, богатый и при деньгах, что ты сделал с имуществом, которое я даровал тебе? Риск. И он скажет, Господь мой, я раздавал милостыню, чтобы принести пользу людям. Я раздавал деньги бедным людям. Я отдавал имущество нуждающимся людям. Я раздавал сиротам и вдовам. Я раздавал его семьям, находящимся в нужде. Я раздавал и на обучение, чтобы помочь изобрести что-то новое. Я раздавал их на образование, институты. Я пожертвовал деньги издательству, чтобы оно распечатало Коран для призыва. И я давал и давал. Аллах скажет, зачем ты это делал? Он скажет, ради твоего довольства. О, Аллах. И Аллах скажет, ты солгал. И ангелы скажут, ты лжешь. Братья и сестры, позвольте мне отвлечь вас на минутку. Представьте эту картину. Это событие, когда Аллах говорит этому человеку, ты лжешь. Может ли быть еще какой-нибудь суд последним, окончательным, чем расчет, когда ты находишься перед Аллахом? Аллах говорит, ты лжешь. Затем это говорят ангелы. Как эхо вы слышите это. Есть такие люди, которые пытают других людей. Притеснители. Вот они захотят подвергнуть вас пыткам. Они обычно могут поместить вас в какую-нибудь комнату. Затем они начинают проигрывать непрерывно все эти звуки и шумы. Это одна из форм пыток. Психологическая пытка. Чтобы сломать вам жизнь и лишить вас рассудка. Они воспроизводят снова и снова. Все эти звуки под вашим ухом, пока вы не потеряете себя. Не станете психологически разрушенными. Аллах скажет, ты лжешь. А затем ангелы начнут повторять это снова и снова до тех пор, пока этот звук не станет невыносимым для человека. Ангелов много. Больше, чем вы сможете насчитать количество атомов на земле. Почему? Пророк, да благословит его, Аллах и приветствует, проходил и услышал шум, как будто бы что-то задрожало. Сподвижники почувствовали землетрясение, и посланник Аллаха, да благословит его, Аллах и приветствует, сказал, Аллаху Акбар. Аттатис Самау ва хакка леха анта иттта. Аллаху Акбар. Земля затряслась, и поистине она затряслась, чтобы таким образом воздать хвалу Аллаху. Ма мин мауди'и шибрин фиссамавати. Нет на небесах, на всех небесах, места размером с ладонь. Где бы не стоял ангел перед Аллахом, в котором бы он совершал поясной поклон Аллаху или совершал земной поклон. И посланник Аллаха сказал, первое небо по сравнению со вторым небом, как кольцо, брошенное в бесконечную пустыню. Второе по сравнению с третьим, как кольцо, брошенное в пустыне. Третье по сравнению с четвертым, как кольцо, брошенное в пустыне. И так до седьмого неба. И везде на площади размером с ладонь стоит ангел. В судный день все эти ангелы скажут, ты солгал. Все ангелы скажут это. И никто не будет молчать. Затем Аллах скажет, ты раздавал это богатство, которое я даровал тебе, чтобы люди называли тебя щедрым человеком. И чтобы о тебе после твоей смерти говорили, что такой ты был щедрым, великодушным человеком. И поскольку к этому ты стремился, это ты и получил. Сегодня же у нас для тебя ничего нет. Затем приведут шахида. Человек, который отдал свою жизнь на пути Аллаха. Будь ты это мужчина или женщина, Аллах спросит этого человека, что ты сделал с телом, которое я даровал тебе? И он или она ответит, я сражался ради тебя и умер во имя тебя. Я стоял за истину во имя тебя. против притеснителей, и поэтому я шахид. Аллах скажет, ты лжешь. И ангелы повторят эхом, ты лжешь. Аллах скажет, ты делал так только лишь для того, чтобы люди называли тебя героем и воздвигали в честь тебя монументы, и ты получил то, к чему стремился. Посланник Аллаха, когда благословит его, Аллах приветствует, говорил с Муазом, да будет доволен им Аллах в этом хадисе. Муаз сидел перед ним, и он схватил колено Муаза, показывая, чтобы тот обратил внимание на его слова. Он собирался сказать нечто очень серьезное. Эти трое первых людей будут первыми, для кого Аллах разожжет пламя ада. Ученый, раздающий милостыню, и шахид. Первые люди, для кого будет разожжен огонь. Почему? Только лишь из-за секрета, который жил внутри них, из-за их сердец, из-за их намерений, из-за их целей, из-за их приоритетов. Они предпочли что-то из этого мира, Аллаху. Почему я упомянул этот хадис? Многие люди полагают, что если они предпочли довольство Аллаха, то они должны только лишь молиться, поститься, совершать все ритуальные формы поклонения, и это принесет вам место в раю. Но внешнее поведение это всего лишь одна сторона. Однако, если сердце и намерения не в союзе друг с другом, то вся эта работа ничего из себя не представляет. Есть люди, которые полагают, что отказаться от предпочтения этого мира означает, что вы не должны иметь хорошую машину, вы не должны зарабатывать хорошие деньги, вы вообще не должны наслаждаться жизнью. они думают, что если вы совершаете все это, то Аллах больше не является вашей целью. Это ложь. это неверное представление. Кто сказал, что мутмин, верующий, пророк, не может посмеяться, не может получить удовольствие от жизни? Посланник, да благословит его Аллах приветствует, однажды сказал, Аллах красив и любит красоту. Он любит, когда его рабы бывают красивыми, выглядят красиво, наслаждаются хорошим. Человек, это был ответ человеку, который сказал, о посланник Аллаха, кто-то из нас любит носить красивую одежду, красивую обувь. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, сказал, Аллах красив и любит красоту. Тут нет ничего плохого. Сподвижники, они сидели после утреннего намаза и говорили о том, заставляла посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, улыбаться. Они смеялись по этому поводу. Они развлекали себя мирским. Но делали это в дозволенной форме. Они любили побеседовать, они любили развлекать друг друга. Имам Ибн-Уль-Каим да помилует его Аллах. Вы слышали об Имаме Ибн-Уль-Каиме? Ибн-Уль-Каим Аль-Джаузи да помилует его Аллах. Он говорил, одно из того, что я выучил, как надо прожить жизнь, будучи верующим, было то, что я сидел однажды под деревом, делая записи. Имам Ибн-Уль-Каим, Машаллах, много писал. Его произведения были очень красивыми. Люди говорили, что они любили читать труды Ибн-Уль-Каима больше, чем они любили слушать. А Ибн-Таймию, они больше любили слушать, чем читать. Так что Имам Ибн-Уль-Каим обладал очень поэтичным словом. Он говорил, я сидел под деревом, и все это в стихах. Я увидел двух мужчин, которые несли бревно. Что они несли? Бревно. И это бревно было очень тяжелым. Один человек на одном конце, другой на другом. И они пытались перенести это бревно в другое место. И он увидел, как они вспотели, и им было жарко. Он увидел, как они рассказывали друг другу стихи. Один начинал их читать, а другой должен был начать стих с той буквы, на которой остановился предыдущий. То есть они играли. Играли и развлекали друг друга. Ибн-Уль-Каим да помилует его Аллах, говорит, я понял, слушая их. Если довольство Аллаха является твоей целью, то это не значит, что ты должен оставлять и избегать удовольствия этого мира. Наоборот, воспользуйся этими удовольствиями, сделав правильное намерение, и используй их в дозволенной форме. Так как это любит Аллах. Нет ничего плохого в том, чтобы читать стихи, и развлекаться таким образом. Устроив игру с чтением стихов, начиная с буквы, на которой остановился соперник, чтобы забыть боль, которая на них напала, чтобы забыть жару, которая у них началась, чтобы помочь таким образом завершить работу, перетащить это бревно и остаться таким же радостным, счастливым и удовлетворенным. То же самое и касательно нашей религии. Если твой приоритет – это довольство Аллаха, то одним из способов, который поможет тебе, является работа во имя Аллаха, в развлекательной форме. И тут нет ничего плохого. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, однажды учил одного человека, сколько ракаатов нужно совершать в каждой молитве, и сколько молитв нужно совершать. Итак, посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, повторял, фаджар состоит из двух ракаатов, зухр четыре, аср четыре, магреб три, анша четыре. И он пытался объяснить еще и дополнительные намазы, которые совершаются после обязательных. Человек тот не мог это все запомнить, у него была плохая память. В этот момент зашел сподвижник, и он увидел, как пророк, да благословит его Аллах, приветствует, уже на самом деле не знал, как объяснить этому человеку. Он пытался научить этого человека, чтобы тот запомнил количество ракаатов и так далее. Сподвижник сказал, «О посланник Аллаха, позволь мне, можно я попробую?» И он сел рядом с этим человеком, и объяснил этому человеку то, что говорил пророк, да благословит его Аллах, приветствует, в стихотворной форме. И человек сразу это запомнил. Учить религии в развлекательной форме. Ты наслаждаешься этим. Ты смеешься, и в то же самое время ты этим своим делом показываешь свое стремление к Аллаху. Зачем ты так учишь? Делая это, ты облегчаешь религию для людей, доводишь до людей религию. Некоторые люди говорят, «Зачем мне ездить в мечеть на машине?» В мечеть нужно идти пешком. Брат, это время зура. А на улице 40 градусов жары. В мечеть идти пешком? Да, потому что за каждый шаг записываются 10 хасанатов. И стираются 10 грехов. А что ты должен идти? Даже если я не могу идти по причине возраста? Да. Нет, Ахи. Твоя цель – это довольство Аллаха. Если это так, то усадись в машину и поезжай в мечеть. Сделай религию легкой для практики. Не делай ее тяжелой для соблюдения. Иногда мало – это много. Если твое намерение хорошее. Таким образом, если ваша цель – это Аллах и Его посланник, то вы будете тем, кто наслаждается поклонением, а не тем, для кого поклонение – тягость. Дорогие братья и сестры в исламе, некоторые люди совершают хорошие дела, но намерения у них неверные. Некоторые же люди совершают плохие дела из-за своих неверных намерений. Я приведу пример. Некоторые люди хотят выглядеть по-особенному. Они хотят выглядеть, как какая-то знаменитость. Они хотят имитировать некоторые поступки, которые не любит Аллах и Его посланник. Зачем они это делают? Потому что их намерение выглядеть клево. Они хотят, чтобы их хвалили, их друзья и коллеги. Когда они дома, они ведут себя, как обычно. Однако, когда они видят своих друзей и коллег, их поведение неожиданно меняется. Почему? Потому что они хотят слышать похвалу от людей. Это два типа людей. Те, кто делает то, чем доволен Аллах. И те, кто совершает то, что ненавистно Аллаху. Что общего между ними? Из-за чего и те, и другие попадут в ад, и их дела не спасут их? Я скажу, что это. Это неправильное намерение. Человек, совершающий плохие поступки, страдает вдвойне. Неправильное намерение и неправильное дело. Человек, совершающий правильные поступки, также страдает вдвойне. Они стремятся совершать хорошие дела, которые не принимаются, потому что их намерения не искренни. То есть двойной урон. Братья и сестры, признание нашей единственной целью удовольства Аллах означает то, что дела должны совершаться только дозволенным путем. Если речь идет о развлечении, отдыхе, аль-хамду лилля, делайте это. Если это не развлечение, то все равно делайте это. Во имя Аллаха, если это дело любимо Аллахом. Избегайте запрятного настолько, насколько вы можете. Это означает, что все, что вы предпринимаете в жизни, может стать действием, цель которого – довольство Аллаха. Как? Давайте приведем несколько примеров. Мы все знаем, что если вы откройте Коран и прочитаете, Машаллах, мы видим, что, по крайней мере, внешне вы совершаете дело, цель которого – довольство Аллаха. Правильно? Вы поститесь в месяц Рамадан. Внешне вы выглядите, как человек, совершающий поступок, цель которого – получить довольство Аллаха. Если у вас правильное намерение, то, аль-хамду лилля, это говорит о том, что ваша цель – снискать довольство Аллаха. Каждый понимает, что если вы отправляетесь в хадж, или вы молитесь, или вы отращиваете бороду, или вы одеваете хиджаб, или вы делаете пожертвования, что бы вы ни совершали, в этих делах главной целью должно быть довольство Аллаха. Если вы отлучаетесь с работы, чтобы помолиться, вы укорачиваете ваш обед, время обеденного перерыва наполовину, чтобы отправиться на пятничный намаз. То есть вы жертвуете чем-то ради Аллаха. Отлично. Однако это очевидный, понятный способ показать, что главным приоритетом для вас является довольство Аллаха. Я приведу вам в качестве примера другие способы, которые не так очевидны. И, иншаллах, их может сделать каждый человек в этой комнате и по всему миру. Являетесь вы знающим или нет, можете ли вы раздавать милостыню, как богатый, или не можете этого делать. Можете ли вы отправиться в мечеть, или не можете. Есть ли у вас средства комфорта или нет. Существуют тысячи других способов, с помощью которых можно снискать довольство Аллаха. Есть обычные повседневные дела, которые можно делать с намерением, искренне и во имя Аллаха, и получить за это награду от Аллаха. Как? Разве вы не слышали хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Где он говорит, когда вы заходите в туалет, заходите, с какой ноги? С левой ноги. Есть ли кто-нибудь здесь, кто не может этого сделать? Ну, только, конечно, если у вас нет левой ноги. Ну, или если вы парализованы. Пускай Аллах излечит тех, кто находится в такой ситуации, и вас наградит их за терпение. Так что вы заходите с левой ноги. Сунной посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является то, что вы не разговариваете в туалете. Почему? Вы проявляете тем самым уважение к ангелам, которые записывают деяния. Они не любят заходить в те места, где люди справляют свою нужду. Затем вы выходите из туалета. С какой ноги? С правой ноги. Есть ли кто-нибудь, кто не может выйти из туалета с правой ноги? Все могут, так? Затем вы говорите простые слова. Вранака. О Аллах, мы стремимся к твоему прощению. В туалете человек может мысленно повторять аяты Корана. Или аскары. Или может про себя повторять какие-то зикры. Или что-то в этом роде. Сюда же относится гуфранака. О Аллах, прости меня, если я совершил какую-то ошибку. Или же вы можете сказать хвала Аллаху, который отвел от меня вред и спас меня от всякой болезни. Сделав эти четыре простых действия, да, четыре, вы тут же превратили самую естественную человеческую потребность, неважно, мусульманин вы при этом или нет, поклонение. Вы превратили это действие в акт поклонения. Это дело похоже. Это подобно совершению молитвы Аллаху, соблюдению поста, раздаче пожертвований, чтению Корана, только лишь благодаря намерению следовать сунне пророка да благословит его Аллах и приветствует. Вы предпочли Аллаха. Продолжайте, продолжайте работать, продолжайте делать то, что вы делаете. Но для кого вы намереваетесь это сделать? Аллах. Один брат как-то подсел ко мне однажды. Он был очень образованным, он был доктором наук. И здесь нет ничего плохого. Мусульманин должен быть образованным во всех областях, кроме запретных. Запретную деятельность можно изучать только для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы знать, как остановить их. Например, человек изучает колдовство, чтобы защитить людей от колдунов. Или чтобы прекратить распространение колдовства, если он это может сделать. Однако этот человек сел со мной и сказал, зачем нужно говорить Гуфранака, когда ты выходишь из туалета? В чем смысл? Что я сделал не то? Я только лишь зашел и сделал то, что делает каждый человек, что вынужден делать каждый. Я выхожу из туалета и прошу у Аллаха, простите меня? В чем здесь смысл? Я сказал ему, дорогой брат, а ты не думал о том, что ты как минимум следуешь сонне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, намереваясь получить награду, как минимум? Я имею в виду все, что мы делаем. Если я в прямом смысле не получаю от этого выгоду, я не должен этого делать? Пусть ты не рассуждаешь таким образом. Если ты делаешь то, что любит Аллах и его посланник, то ты получаешь награду уже только за то, что совершаешь то, что любит Аллах и его посланник. Итак, я приведу вам пример того, когда для вас главной целью является довольство Аллаха и его посланника. Там, в Австралии, я однажды спросил сестру, которая приняла ислам. Да примет Аллах от всех, кто изменил свою жизнь во имя Аллаха. Эта сестра надела хиджаб. Все как положено. Они просто платочек и брюки, как сейчас одеваются на Западе. Они носят брюки и шарфик. Хиджаб – это не шарфик. Шарф мужчины тоже носят. Даже здесь, в Катаре, носят. На арабском языке это называется химар. Мужчины тоже его носят. Разница лишь в том, что Аллах говорит женщинам, пусть женщины будут использовать этот химар, чтобы скрыть свой джейб. Джейб – это открытые места, которые остаются, когда вы надеваете рубашку или что-либо на тело. Так что, если где-то будет сильно открыто, то вы должны прикрыть грудь, спину и так далее. Итак, хиджаб. Я сказал, можно мне спросить тебя, зачем ты носишь хиджаб? Это новообращенная мусульманка. Новообращенные мусульмане. Зачем они носят хиджаб? Мы всегда делаем призыв ради Аллаха и всегда пытаемся объяснить причину и мудрость ношения хиджаба. И часто терпим неудачу в этом. Нелегко объяснить мудрость ношения хиджаба не мусульманам. Вообще нелегко. Даже очень и очень трудно. Итак, зачем она надела хиджаб? Она стала мусульманкой, потому что увидела истинность Ислама. Она нашла Аллаха, поверила в Него, поверила в Судный день, в Коран. И смотрите, вдруг она находит аят в Коране, который говорит ей надеть хиджаб. Она спрашивает, это сказал Аллах? Да, сказал Аллах. Все, мне этого достаточно. Стремление к довольству Аллаха означает, что человек автоматически делает то, что советует и приказывает делать Аллах. Таким же образом ведет себя человек только лишь потому, что его цель – довольство Аллаха. Братья и сестры в Исламе, каковы ваши приоритеты? Вы совершаете поступки, чтобы получить мирскую выгоду? Или чтобы заслужить довольство Аллаха? Сядьте ночью. Один, чтобы вас ничто не отвлекало. И спросите себя, сегодня я посетил эту лекцию. Зачем я это сделал? Чего я хотел этим добиться? Сегодня я дал садака. Зачем я хотел это сделать? Чего я хотел добиться, сделав это? Сегодня я присоединился к какой-то работе с братьями и сестрами. Зачем я это сделал? Что я хотел получить от этого? Задайте себе все эти вопросы и сделайте искренний и честный вывод относительно себя. Действительно ли у меня правильное намерение? Давай-ка я проверю себя. Искреннее ли у меня намерение? Показал ли я... То есть, имею в виду, когда я помогал в какой-то отдельной работе, был ли я первым там, чтобы выполнить ее? Был ли я первым, кто хочет потратить свою энергию на это дело? Или же я пришел только для того, чтобы присутствовать там? Чтобы позже мое имя появилось среди отличившихся? Или же я пришел туда, чтобы позже люди увидели меня и говорили «Ассаляму алейкум, маша Аллах!» Из-за этих причин я пришел туда? Братья и сестры в исламе, спросите сами себя, когда я делаю что-то конкретное, я делаю это в первую очередь из-за приверженности традициям? Или же в первую очередь, потому что так хорошо поступать в исламе? Я знаю, традиции и обычаи очень важны в исламе. Очень важны. В нашем шариате есть пять принципов. И они сводятся к конечным правилам, фикхи. Один из них гласит, что традиции могут быть использованы в качестве норм права. Обычаи могут быть использованы, чтобы формировать нормы шариата, но только лишь после того, как в этом вопросе есть ясное предписание от Аллаха и Его Посланника. Таким образом, если имеется ясное предписание от Аллаха и Его Посланника, есть также обычаи и традиции. К чему должен я прибегать вначале? Я приведу вам несколько примеров. Жених был в Австралии. Я увидел много разных обычаев празднования свадьбы у австралийцев. Субханаллах. Некоторые из них были приятны, но другие, валлахи, вызывают боль в сердце. Это привело к тому, что многие молодые люди отказались жениться и прибегли к греховным средствам, разным средствам, что поставило многих родителей в затруднительное положение. Традиция и культура, например, в моей культуре, арабской культуре, я не хочу нападать с критикой на кого-то, ведь так много культур и традиций. В моей культуре, в ливанской культуре, когда ты хочешь жениться, ты должен обговорить махар. Это из ислама. Махар – приданное. Так переводится это слово. В некоторых частях Ливана есть традиция, согласно которой махар должен составлять более 100 тысяч долларов. От 100 до 115 тысяч долларов. И знаете, что они говорят вам? Они говорят вам, не беспокойся, не беспокойся. Это ведь всего лишь чернила на бумаге. Это просто по договору. Подразумеваю, что это просто на бумаге так написано, чисто символически. А на самом деле не нужно столько платить. Аллаху Акбар. Вы же отвечаете, что вы знаете, что в день суда Аллах спросит вас за этот махар, потому что Аллах говорит, «Отдавайте своим женам садакат». Садакат – это махар, который вы обещали им. Нихля. То есть от души, от чистого сердца. И не берите ничего оттуда. Почему они сделали махар таким большим? Вы не можете сказать своим женам, «Нет, нет, 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 это всего лишь написано на бумаге». Затем же, когда они разводятся, расходятся, что происходит? Приходят ее родители и говорят, «Мы хотим получить каждый цент». Что происходит с этим человеком? Культура, обычаи берут над ним вверх. И он больше не женится. Что им делать, чтобы пожениться? Их дочери и сыновья убегают. Почему они сделали махар таким большим? Из-за предрассудков культуры и обычаев. Что подумают люди? Моя дочь должна отдаваться за дешево? Ты что, продаешь свою дочь? Один брат рассказал мне, что он уехал в Ливан, чтобы жениться. Я рассказываю вам о своем земляке. Ему сказал брат, зная, что он из Австралии. Хочешь жениться? 50 тысяч долларов. Тот ответил, «Ты что, мне корову продаешь, что ли? У нас что тут? Торговля с котом? Твоя дочь стоит гораздо больше. Но это не значит, что нужно устанавливать плату. Это просто традиция». Другой момент, когда ты занят женитьбой. Тебе нужно организовать большое торжество. Помолвка до свадьбы. Никях даже еще не сделан. И они тебе говорят, «Теперь мы хотим, чтобы ты официально посватался к моей дочери». Нужно пригласить родственников, нужно пригласить этого человека, нужно пригласить того человека. Итак, сколько денег у тебя уйдет на то, чтобы организовать данное мероприятие? Тебе нужно снять этот зал, тебе нужно купить то. Она к тому же должна быть в полусвадебном платье. Брат ее еще даже не засватал. Он еще не женился. Он просто идет просить руки девушки, «Могу ли я жениться на вашей дочери в будущем, иншаллах, если все будет хорошо?» И при этом он уже автоматически платит. Во сколько же фактически в конечном итоге обойдется ему свадьба? В итоге брат становится бедным и говорит, «Суханаллах, мы сейчас не можем пожениться». Его спрашивают, «Почему?» Он говорит, «Я потратил все свои деньги на твое сватовство. Нам нужно подождать, ну, где-то год. Мне нужно будет сильно потрудиться, работать в двух местах. Прости, я не могу сейчас с тобой говорить. У меня было намерение жениться, но сейчас мне нужно работать. День на одной работе, день на другой». Родители говорят, «Брат, она была засватана целый год». Обычаи говорят, что теперь ты не можешь быть один. «Давай сделаем» Так сказать, брачный договор. Но когда ты заключишь никях, вам нельзя выходить из дому одним. Вам нельзя прикасаться друг к другу, что подумают люди. «Слушай, брат, но я же женился на ней». Нет, 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 нет. Мы это делаем только для того, чтобы помочь тебе. Начнутся разговоры, начнут приходить другие к ней свататься. Это будет айб. Смотрите, как тяжело становится жениться. Затем этот брат хочет прервать женитьбу. А ему говорят, «Принеси обратно махр». Но это же был чисто символический договор. «Каждый цент положи сюда. Она моя дочь. А ты что думал? Просто так она достанется тебе? Пришла и ушла?» Что происходит? Этот человек вообще больше не хочет жениться. У нас на Западе сейчас появилось понятие сожительства. Они не муж и жена. Это происходит даже в наших общинах, мусульман. Почему? Потому что они предпочитают традиции, культуру и обычаи Исламу. Один брат, я сказал ему, «Когда ты собираешься жениться, это только обещание. Приди, спрось отца, «Брат, иншаллах, могу я взять в жены твою дочь?» Он скажет, «Что ж, ты мне кажешься хорошим человеком. Приведи сюда своего отца. Пусть они немного поговорят». И отец дочери скажет, «Хорошо, у тебя есть две недели. Мы должны узнать тебя получше. Ты должен узнать нас получше». За это время никто к ней не будет свататься. Вот и все. На следующий день человек может снять трубку, позвонить и сказать, «Ах, и ты знаешь, мы подумали, нам лучше разойтись». Все, нет проблем. Она ищет дальше, он ведет поиски дальше. Просто. Все очень просто. Я привел один простой пример культурных предрассудков, стереотипов, связанных с обычаями, когда религия на самом деле легкая. Мы же в первую очередь обращаем внимание на то, что Аллах не вменял нам в обязанность. Мы становимся похожими на людей, которые жили до нас, похожими на иудеев и христиан. Они запрещали своим раввинам и священникам жениться. И сегодня мы видим результат этого. Мы видим, что сейчас происходит. Как может имам давать советы женатым людям, когда он сам еще не женился? Итак, когда для нас в первую очередь важны некоторые моменты, а не Аллах и Его посланник, наши сердца черствеют. Наши отношения между собой обрываются. Наше счастье уходит от нас, и наша жизнь становится сложной. И все дела, которые мы сделали, становятся подобно развеянной пыли. Я надеюсь, что мы хотя бы что-то получим в качестве вознаграждения за эти дела. Мои братья и сестры в исламе, я надеюсь, что по воле Аллаха я впервые вас получу пользу от нашей сегодняшней встречи. Затем я прошу Аллаха, чтобы он сделал так, чтобы если вы получили какую-то пользу от сегодняшней встречи, и у вас было чистое, искреннее намерение, чтобы польза эта перешла и на вашу семью, на ваших друзей и других людей. Сегодня я был на QTV. У Аллахи я получил превосходный опыт. Я говорил на камеру, и все это было в прямом эфире. Это видели не мусульмане. Я думал, я буду обращаться к мусульманам. И я думал, зачем все это? Да, я здесь, тут много, маша Аллах, шейхов, ученых, проповедников. Это страна арабского языка. Сегодня, субханаллах, я понял, что здесь очень много не мусульман. И так много мусульман, которые знают только английский. Они много не знают о своей религии. И я подумал, если это так, то получается здесь, в Катаре, такая же большая нужда в да'авате, как и там, в Австралии. Я сегодня понял это, братья и сестры мусульмане. Я должен сказать, пожалуйста, мои братья и сестры в исламе, я говорю от сердца к сердцу, с благими намерениями. Иншаллах. Продолжайте эту работу и улучшайте ее. Делайте еще больше. И продолжайте в таком же духе. Однако, это получится только лишь тогда, когда у вас будет правильное намерение в правильном месте. Когда вы делаете это, делайте это на самом деле, по имя Аллаха. Когда вы читаете Аль-Фатиху в каждом ракате, каждого намаза, который вы совершаете, вы снова и снова заключаете договор с Аллахом. «Тебе одному, о Аллах, мы поклоняемся, и у тебя одного, о Аллах, мы просим помощи». Вы действительно имеете это в виду, когда читаете? Я спрашиваю, вы действительно это имеете в виду? Вы действительно имеете в виду, что поклоняетесь только одному Аллаху? Вы знаете смысл слов? Скажи, «Он, Аллах, един». «Один, единственный, кто является моей целью». Вот что это значит. То есть он, Аллах, а не кто-то другой должен быть вашей целью. Он один. Действительно ли вы поклоняетесь одному Аллаху? Действительно ли вы делаете все во имя Аллаха? Действительно ли вы только во имя Аллаха делаете эту работу? Действительно ли вы хотите увидеть результат своей работы в судный день? Машаллах. Здесь я видел много братьев и сестер, которые являются стержнем этой большой работы. Стержнем. Они работают без шума и афиширования. Они не хотят, чтобы о них говорили. Они не хотят, чтобы их знали. Они не хотят, чтобы об их работе говорили плакаты, чтобы на них красовались их имена. Их не волнует внешняя сторона. Пока ты здесь, на этом свете, делай что-нибудь. Да вознаградит вас Аллах. Проявляйте больше усердия, мои братья и сестры в исламе. Сделайте довольство Аллаха вашим приоритетом. Что бы вы ни делали, какую бы работу вы ни выполняли, наслаждайтесь вашим богатством, наслаждайтесь вашей машиной, наслаждайтесь вашей работой, наслаждайтесь вашей семьей. Но сделайте правильное намерение. Между вами и раем есть кое-что. Ложь. Маленькая ложь, которая существует здесь. Так что сделайте правильное намерение. Сделайте его искренним. И тогда не будет комнаты, куда бы мог зайти шайтан, и нашептывать, и отвлекать вас. Потому что он сказал, «Клянусь твоей могущественной силой, о Господь, я всех их собью с прямого пути, кроме одного типа людей». И я хотел бы закончить этими людьми, иншаллах. Что он сказал? «Кроме твоих рабов, не всех из них, а среди них, минхум, из мусульман, минхумуль мухлясин, которые искренне в своих делах, стремясь к твоему довольству». Я прошу Аллаха, чтобы он собрал нас среди тех, кто является искренним и чьи дела не будут развеяны прахом. Чтобы он принял наши дела, даже если они малы. Чтобы он засчитал их, как горы хороших дел. Я прошу Аллаха, чтобы он принял мою работу. И я прошу Аллаха, чтобы он включил моих братьев и сестер здесь, в Катаре, в число самых успешных. И чтобы сделал вашу работу среди самых успешных. Я прошу Аллаха, чтобы он принес счастье в ваши сердца и удовлетворение в ваши сердца. Облегчил вам жизнь, сделал ее для вас простой и легкой. Я прошу Аллаха, чтобы он простил ваши грехи и мои. Даровал нам милость, соединил наши сердца. И я прошу Аллаха, чтобы он принял мою работу. И я прошу Аллаха, чтобы он даровал нам пользу, даровав нам хорошее знание. Я прошу Аллаха, чтобы мы встретились снова, если не в этом мире, то в будущей жизни, в раю. Я прошу Аллаха, чтобы он ответил на наши дуа. Субтитры создавал DimaTorzok